Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев. Я снова рад вас приветствовать на своем канале. И на сегодняшнее видео я хочу поговорить о сложностях выбора. У нас есть два самолета. Два очень похожих самолета и два очень разных самолета. И, наверное, я хотел бы поделиться своим мнением, кому подойдет вот этот двухдвигательный самолет, а кому подойдет вот этот однодвигательный самолет. Почему мы поставили эти два самолета? Потому что эти два самолета очень-очень, скажем так, они не то что близки, они, в общем-то, во многом одинаковые. Эти два самолета используют фактически один и тот же фюзеляж, одно и то же крыло, одно и то же шасси. И отличается у них одинаковая кабина, они отличаются только силовыми установками. Ну и небольшими другими нюансами. Но корневые отличия, вот именно, это только наличие в ДА-62 двухдвигателей мощностью каждой по 180 лошадиных сил, то есть суммарная мощность 360, а в ДА-50 мощность 300 лошадиных сил. С другой стороны, этот самолет из одного двигателя немножко более динамичный, этот самолет все-таки немножко мощнее. И, в общем-то, у них есть отличия. Я хочу назвать цифры, сравнить и потом, наверное, предположить, кому больше подойдет какой из этих вариантов. Ну, наверное, в первую очередь я бы хотел сравнить цифры, которые дают эти самолеты. Как я и говорил, они схожи конструктивно, очень сильно, но этот самолет летит со скоростью 180 узлов в час, это порядка 330 км в час. Этот самолет летит со скоростью 160 узлов, это порядка 300 км в час. Этот самолет может максимальную дальность дать до 2000 км, ну, реалистичная его все-таки дальность порядка 1500 км. Этот самолет может пролететь максимально 1300 км, но реалистично пролететь 1000 км. С точки зрения грузоподъемности, по факту, этот самолет может доходить до 7 мест, но, как правило, все-таки на нем летает четвером или пятером. Этот самолет может быть только в 4-местной или в 5-местной комплектации, ну и, наверное, по грузоподъемности они приблизительно одинаковы. Если говорить о расходе топлива, до 62 в круизной скорости, то есть мы берем все время усредненную круизную скорость, не максимальную и не самую экономичную, расходует порядка 60 литров авиационного керосина. До 50 в режиме 75% расходует порядка 45-46 литров. Этот, наверное, все-таки по ощущениям и по цифрам, скороподъемность, мощность и как бы вот ощущение запаса мощности у этого самолета выше. Ну, в этом тоже достаточно. Если он проигрывает в этом, то совсем немного. По факту, если посмотреть по цифрами, то где-то какой-то самолет выигрывает, какой-то самолет прыгает. Наверное, все-таки по цифрам, по всем, по скорости процентов на 10-15 выигрывает до 62-й. По экономичности процентов на 15-20 выигрывает до 50-й. По дальности, конечно, дальность 62-го порядком на 30% выше. Грузоподъемность, ну, все-таки тоже немного выше. С другой стороны, этот самолет, повторюсь, он выигрывает по экономичности и, наверное, в первую очередь он выигрывает по цене. Мы рассматриваем эту ситуацию, на самом деле, на примере двух даймондов. Но подобное случается и с другими производителями. Точно так же можно ровнять Бичкрафт Барон G58 и Бананзу G36. Можно ровнять Пайпер Саратога и можно ровнять Пайпер Сенека. То есть это тоже встречается подобное, когда производитель использует планер сразу же на двух типах самолетов. И не всегда двухдвигательный лучше. И есть иногда моменты, когда нужно брать именно двухдвигательный самолет. Действительно, неоспоримое преимущество, которое имеет D-50, это, конечно, разница в цене. То есть если мы говорим, что базовая стоимость этого самолета 1 миллион 70 тысяч евро, то уже базовая самолета D-62 1 миллион 350 тысяч евро. Если говорить о максимальной комплектации, она может доходить до 1,7 миллиона на D-62. И 1 миллион 350 будет стоить максимальная комплектация D-50. Главный вопрос, что выбрать. Выбрать этот или выбрать этот. И, наверное, я скажу так, что все-таки существование этих двух самолетов, оно подразумевает немного разные задачи. То есть это не совсем конкуренты, потому что, ну, по моему мнению, в первую очередь, для чего подойдет D-62? Если у вас, вам нужен действительно круизный самолет, вам нужен корпоративный самолет, вам нужен самолет, который постоянно доставляет вас из точки А в точку Б, если вам нужен самолет для каких-то небольших чартерных перелетов, конечно, в этом случае, по моему мнению, подойдет D-62. Во-первых, два двигателя, это лучше для чартерных перевозок, он имеет большую дальность, большую грузоподъемность, и, собственно говоря, если надо будет перевозить большее количество людей с багажом, то все-таки этот запас будет полезен именно при выборе D-62. Но этот самолет любит летать далеко, и он именно заточен под перевозки пассажиров, или когда владелец самолета летает из точки А в точку Б. Если мы говорим о Diamond D-50, то, наверное, по моему мнению, этот самолет больше подойдет для частного владения, и он будет иметь преимущество перед D-62, потому что, во-первых, это более универсальная машина, а все-таки на D-62 это уже многодвигательные самолеты, то сюда нужны более подготовленные пилоты, несмотря на крайнюю высокую автоматизированность двигателя, который не так, как на других самолетах, создает проблемы при отказе одного двигателя, но все-таки уровень более профессионального пилота. Здесь уже, ну скажем так, все-таки частный владелец, это оперирование одним двигателем, плюс это более универсальная машина, которая с точки зрения, да, она медленнее доставит вас немножко, буквально на 10%, возможно, ей придется сделать где-то одну дополнительную посадку, но этот самолет, откровенно говоря, более универсальный. Он позволит так, как и слетать с вашей семьей, он использует слетать вам по каким-то бизнес-встречам, и вы его можете использовать просто для развлечения, только для отдыха на этом самолете. Поэтому, ну, наверное, вот так, если сравнивать, для корпоративных клиентов, для чартовных перевозок, я думаю, что ДА-62 подойдет больше. Если говорить о частном пилоте, о частном летчике, то все-таки, наверное, по моему мнению, подойдет больше ДА-50. Ну, и плюс, наверное, еще в каждом самолете это существует, и это немаловажно, еще существует дизайн. И я часто говорю, берите тот самолет, если вы берете свою вот эту игрушку, которую вы хотите владеть и пользоваться, посмотрите, что вам на самом деле нравится. ДА-62 или красивый стройный ДА-50. Это два прекрасных самолета. В общем-то, два прекрасных самолета, которые где-то вместе, вместе очень близки, и они, и клиент, который их будет выбирать, это тоже, он будет выбирать где-то, наверное, между этими двумя самолетами. Я постарался привести те факты, кому подойдет какой самолет. Это прекрасный самолет. Ну, если бы мне сейчас пришлось выбирать, у меня был чудесный день. Я сегодня полетал на двух прекрасных самолетах. Приходите в небо, летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok